Первое мая 2012 года. День весенней солидарности трудящихся. Трудящиеся в России есть, а с солидарностью как-то не важно. Оно и понятно, откуда же ей взяться, если нет независимых профсоюзов. Настоящие профсоюзы призваны держать работодателя, если не на коротком поводке, то в состоянии перманентного напряжения. Пара-тройка серьезных забастовок и с рабочими уже разговаривают серьезно. В России же профсоюзы во главе с господином Шмаковым облизывают власть и прикормленный ею олигархат, потому что сами в доле. Подлинный протест может набрать силу, вырастая из независимых профсоюзов, а не из симулякров, созданных властью. Поэтому последнее и следит за тем, чтобы настоящих профсоюзов не появилось. С ее точки зрения, это уже экстремизм. Статья 282. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Телеканал Политвестник. Скажите, пожалуйста, а в каком состоянии сейчас находится профсоюзное движение в России? Ну, во главе Шмакова ни в каком. Это не профсоюзное движение. Это прикрытие олигархии. Они даже ходили на выборы вместе с главными буржуями страны. Недоразумение и не более того. Угробили все протестные движения, не занимаются этим серьезно и профанируют в том числе и на манифестации. Ну, вдумайтесь, идут те, кто прикрывает олигархию, выражает их интересы и профсоюзы в одной колонии. Нигде в мире этого не происходит и не должно этого быть. Те, кто захватил власть, те, кто утащил голоса, трудящиеся на выборах, вот, вдруг оказываются во главе колонны профсоюзной. Смешно и горько это. Скажите, пожалуйста, а что помимо традиций привело вас на эту демонстрацию вот с таким плакатом? Ну, что, я из совхоза Останкино. Когда-то он был в Москве, сейчас в Дмитриевском районе. Один из больших и крупнейших совхозов в Советском Союзе был. Нас посвящали иностранным государствам. Вот. А вот у вас написано здесь «Проснись, народ, коррумпированную власть в тюрьму. Гони свое имущество, верни». Что это значит? Ну, недо принадлежал сейчас частным лицам. Они должны быть всем принадлежать, всему народу. То есть вы считаете, что благо и сокровища народные украдены? Конечно, что вы. Вот дня два тому назад передавали. В соседних областях доктор получает 6-8 тысяч. На двух-трех должностях работали. Вот у нас когда-то в совхозе детско-юношеской спортивной школы Александра Мостовой. Это наш воспитанник. Конно-спортивный, детский музыкальный школа, спортивно-трудовой лазер, где дети наши. Но ведь по телевизору рассказывают, что власть поддерживает и музыку, и искусство, и спорт. Это болтавня одна. Да, одна болтавня. А фактически одна нищета. Да. Детям ничего не светит. Если передают, что на квартиру надо потратить 140 лет своей жизни, вы извините, это рабство. То есть вы против такой власти, вы против Путина и Медведева? Мы не то, что против этой власти. Готовы взять в силы вилы и топоры. А вы знаете, что 6 мая будет марш миллионов? Я знаю, мы и девятым будем выходить, и это все пока не скинем эту сволочь, прилипшую к нам. Вот здесь вот это Путин, это есть враг и предатель России. Понятно. Скажите, пожалуйста, а... Будучи президент аж. Вы считаете, что скидывать необходимые нужна революция? Революция нам нежелательна. Но то, что творит, я ваш вечный президент, мне это не нравится. А он эту создал, карусель, я был наблюдателем по выборам. У нас по городу Жуковскому он не прошел. Это он набрал лишь только 42%. Поэтому я пришел сюда не как человек, который обыденный, а как наблюдатель. Здесь, на Калужской площади, формируется колонна. Первомайская колонна коммунистов и Левого фронта. Демонстранты скандируют Ленин, партия, комсомол. Зюганов наш президент. Победа будет за нами. О победе коммунизма пока никто не говорит. Ленин, партия, коммунистов и Ленин, партия, коммунистов и Ленин. Пока демонстранты митинговали власть в лице Владимира Путина и Дмитрия Медведева, пила пиво с главным просоюзником Шмаковым. Трудящиеся тоже любят пиво. И, пожалуй, это единственное, что их с властью объединяет. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал «Политвестник». Сотник, Дмитрий Мелехин. Сотник, Дмитрий Мелехин.